Всем привет, кто любит пчел. Это у меня отводочек, в котором выявилась плодная матка, он уже пошел в рост. И вот натянули они вот такой вот язык. Красивый, здоровенный. Что это значит? Это значит, что пчелам нужны соты. Нет у них места, куда складывать мед с подсолнуха. Так вот, видео сегодня будет о нектарных полях. Так вот, нектарные поля. Когда идет медосбор, самое главное, чтобы получить мед, это нектарные поля. Потому что если не будет нектарных полей, то неважно, сколько у вас в улье пчел. Мало или очень много, все равно меду не будет. По той простой причине, что просто нет места, куда этот самый мед складывать. Что такое нектарные поля? Это поля, то есть пустые соты, в которых пчелы высушивают мед. Сейчас 21 число. Это, можно сказать, уже 9 дней медосбор. Пчелы начали печатать мед. И для того, чтобы понять, что такое нектарные поля и зачем они нужны, надо знать, как пчелы мед, то есть нектар, который они приносят, перерабатывают в мед. Вот как пчелы делают мед. Пчелы приносят из полей нектар. Красивый, хороший, вкусный, кстати, очень. Вот он, незапечатанные ячейки с медом. Это еще не созревший мед или нектар. Так вот, этот самый нектар, а нектар это тот же мед, только с большим содержанием воды. Опять все залили. Нектар содержит в себе около 50% влажности, то есть воды. Ну, может быть меньше, может быть больше, зависит от погоды. А мед, это тот же нектар, только сгущенный, то есть из него выгнана вода. И мед зрелый считается, это 18-21% влажности. То есть пчелы из 50% влажности должны выгнать воду и получить нектар влажностью 18-21%, который будет называться зрелым медом. И вот только тогда они начнут его печатать. Так вот, вся проблема в том, что для того, чтобы сгустить этот нектар, то есть выгнать из него воду, пчелам нужны соты. То есть то, что я называю нектарными полями. При том, чтобы получить, скажем так, одну рамку меда, им этих сот нужно в 3-4 раза больше. То есть 3-4 сота для того, чтобы получить один сот запечатанный меда. Но для того, чтобы высушить нектар, пчелам надо 3-4 сота занять под нектар. Пчелы приносят нектар, заливают его в ячейки, то есть подвешивают его в ячейки и начинают испарять из него воду. Вот они принесли нектар, разложили его в ячейки, выгнали из него воду и по мере сгущения они его поднимают вверх-вверх и вверху начинают печатать. Потому что пчелы не могут сложить весь нектар в одну рамку, выгнать из нее воду и получить мед. Это простая физика. Для того, чтобы высушить нектар, получить сгущенный мед, надо большие нектарные поля, то есть большие площадя. Так вот, если у вас в улье таких площадей нету, то меду вам не видать. Почему? Потому что если у вас в улье мало пустых сот для меда, пчелы, прилетает с нектаром и забивает эти самые рамки незрелым нектаром. То есть понятно, в первый же день при самом слабеньком взятке 2 килограмма пчелам надо полторы рамки для того, чтобы разлить в них несозревший нектар. Это еще не мед, это только всего-навсего несозревший нектар. Красивая рамочка, тоже начали все понемножку печатать. Здесь еще расплод не вышел, они уже все залили. Поверх расплода льют практически изверги. Сколько пчелы перерабатывает по времени нектар в мед? Для этого им надо в среднем 6-7 дней. Ну опять же, зависит от погоды. Если сухо на улице, то есть солнце, то это все происходит немножко быстрее. 6 дней хватит. А если дождь на улице, значит нектар воду отдает плохо. Значит надо будет немножко больше времени. Там 7-8-9 дней. Ну в среднем для того, чтобы первый нектар первого дня приноса переработать в мед, пчелам надо 6 дней. Соответственно эти 6 дней вы мед качать не можете. Он должен находиться в улье на переработке. То есть пчелы включают такую себе фабрику по переработке нектара. И для того, чтобы эта фабрика работала, надо иметь запас сотов как минимум на 6 дней. Опять вернемся к справочнику. Читаем. Если у вас принос нектара 2 килограмма в день, то на 6 день вам надо будет 6 рамок под нектар. Это еще не мед, но это 6 рамок стандартных под нектарные поля. Если принос нектара 3 килограмма в день, на 6 день надо 9 рамок нектарных полей. Если принос нектара 4 килограмма, 12 рамок нектарных полей. А если у вас хороший сильный медосбор, допустим, 7 килограмм в день приносу, то тогда вам нектарных полей надо 21 рамка. Из этого следует, что если у вас хороший медосбор, по 7 килограмм для посолных, а это нормально, вам нужно одних только нектарных полей 21 рамка. А у вас улей всего-навсего на 20 рамок лежак. То значит лежак, как ни крути, такой большой медосбор взять не может. Потому что пчелам просто не хватит нектарных полей. Еще же должно быть немножко расплодное гнездо. При хорошем медосборе они это самое расплодное гнездо заливают, вот как в этом улье, я показываю. Залили весь расплод, потому что у них не хватает уже места. Принос большой, семья сильная. Они начинают заливать мед везде, где только выходит расплод. Вот видно, вышли пчелки из ячеек, и тут же только пчелка вышла, туда сразу же налили мед. Вот сразу же видно печатный расплод. И в промежутках, где нету гличинок, сразу залит мед. Вот у пчел, несмотря на то, что это 27 рамочный улей, уже недостаток нектарных полей. Поэтому в ульях-лежаках сильный медосбор взять нельзя просто так. Ульи-лежаки, чтобы взять хороший взяток, больше чем, скажем так, 4 килограмма, даже больше чем 3 килограмма, обязательно надо иметь магазин на ульи-лежак. А если у вас в улье недостаток нектарных полей, то есть пчелам некуда складывать нектар, что они делают? Правильно, они прекращают работать до того времени, пока они не выгонят воду из того нектара, который они уже разлили по рамках, которые у них есть в гнезде. И только после того, как они выгонят воду, сложат нектар этот уже в виде меда вверх рамок, начнут печатать, у них освободится место, то есть рамки освободятся. Опять появятся нектарные поля, опять они полетят за нектаром. А все это время, между тем, как они залили свои нектарные поля, и между тем, как они переработали все это дело в мед и освободили эти же ячейки под новый нектар, они нихрена улье делать не будут. Ну, вернее, они будут выгонять воду, но за нектаром они летать не будут. И вот, если вы внимательно походите по своей пасеке на шестой на седьмой день медосбора, то увидите, что в ульях-лежаках без магазинов, при хорошем взятке, семи, как вроде, перестали летать. Что это значит? Это значит, что ваши пчелы забили улей нектаром, и больше у них нету места. Поэтому пчеловоды, которые нацелены на то, чтобы получить много-много меда в промышленных масштабах, в ульях-лежаках не работают. Все стремятся перейти в многокорпусные улья, потому что в многокорпусных ульях, вот матка бегает красивая, потому что многокорпусные ульи можно расширять сколько угодно вверх. Став в магазины, став в надставки, и пчелы будут иметь нектарные поля. В ульях-лежаках этого сделать нельзя, и это при большом медосборе очень большая проблема в ульях-лежаках. Если у пчел недостаток нектарных полей, они собирают меду на 40-50% меньше, чем могли бы его собрать, невзирая на то, что у них много пчел. Поэтому в предыдущих своих видео я говорил, что созревшая семья это 5-6 кг пчел. 5-6 кг пчел это 20-24 додановские рамки, то есть это полностью забитый улей-лежак. Но для улья-лежака достаточно будет и 4 кг пчел, потому что если у вас 5-6 кг пчел, но нету надставки, то для улья-лежака, не важно, что у вас столько много пчел, нету места, куда складывать мед. Вот такие вот дела. Так что если нет у вас нектарных полей, не хватает улье, то считайте, что как минимум 40% медосбора пролетело мимо вас. Ну, мимо меня, соответственно. Но у меня некоторые ульи 27-рамочные, поэтому я самые сильные семьи сажу 27-рамочные ульи. И эти ульи большие 27-рамочные приносят очень хорошо мед. То есть практически полные ульи меда. А вот ульи 20-рамочные, те меду приносят гораздо меньше. Вот что такое нектарные поля. Одни и те же пчелы, одни и те же семьи, но размер улья очень сильно влияет на то, сколько вы выкачаете меда.